Добрый вечер! Сегодня у нас очень такая тёплая тема, чистая тема. Дети представляют чистоту в этом мире, как бы представляют чистоту. Чист, как младенец, говорят, устами младенцам лагорит истина, детей связывают с чистотой. Хотя в таблетах утверждается, что ребёнок – это проявление тамагуны. В этом их чистота. В незнании, в незнании чего-то мира, в неимении опыта, а не доверчивы по природе вещей, наивны, говорят дети, глупы по-своему, потому что ещё не получили образование. И что же отличает, в чём особенность ребёнка? Чем он отличается от взрослого? Давайте разберёмся. Это важно понять для того, чтобы разобраться в воспитании, в вопросах воспитания. Если мы сможем понять, в чём же всё-таки именно особенность и суть детей, и именно отличие от взрослых людей, мы сможем разобраться в этом вопросе. Как, например, правопады проводят параллели между человеком и животными. Давайте разберёмся, в чём разница. И когда вам проясняют эти вещи, становится понятно, что мы должны, собственно, делать как люди, в чём наша особенность, в чём мы не животные, в чём сходство, в чём различие. То есть вот в таком образом можно проводить такие параллели. И, прибегнем к ведам, согласно ведической культуре, ведическому знанию, философии, ребёнок обозначается словом как? Путра. Бала. 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 Что означает бала? Бала. Сила. Так же сила. Ребёнок — это ребёнок и сила. Сильный. Почему? Чистый. Читатель его силы. Невиновность его силы. Да. Ещё как обозначается этот возраст из четырёх укладов? Брамма чари, или Брамма чару — слово означает. Что означает это слово? Чару — любящий. Чару — любящий. Брамма — что? Духа. Любящий Бога — ребёнок, так обозначается этот возраст. Любящий истину, так обозначается этот возраст. Любящий правду. То есть любит учиться, постигать истину. В ребёнке заложено постижение абсолютной истины. Брамма чару называется. Это период жизни называется обучением. «Правда, ребёнок, он склонен ко лжи». Все дети обманывают. «Ты брал это?» «Не брал». Он сразу скажет «Нет, нет, не брал». «Ты делал это?» «Нет, это не я». «Я это не делаю». Но если он скажет «Правду», он смущается, он стыдится. Он любит правду. Они иногда говорят друг другу «Честное слово, я правду говорю». Для них, как документ показывает документ, то дети говорят «Честное слово». «Вот давай на честное слово». «Вот я правду говорю». Вот так это говорят. Если это правда, они гордятся этим. Вот это хорошо очень. Любят правду. Любят постигать истину. А кто такой взрослый? «Хороший ребёнок». Ну, в каком-то смысле. Вы все дети, да. Вы должны все учиться. Ребёнок тот, кто познаёт жизнь. Есть взрослые такие же люди, которые каждый день как бы жизнь заново познают. Не от мира сего их называют. Как дети. Но вообще от взрослого ожидается другое. Он утверждён в долге, он утверждён в дисциплине, в каком-то порядке, уже в культуре, в каких-то навыках. Он должен уже функционировать как-то. Просто обучаться, а функционировать и выполнять какие-то обязанности. Для ребёнка слово «обязанности» вы не сможете ему объяснить, что это правильно. Это невозможно. Только с возраста может прийти понимание, что такое долг обязанности. Ребёнок, он свободен по своей природе. Чист. Управляется страхом. Первые семь лет он под управлением страха находится. То есть это значит дисциплина, воспитание, наказание, поощрение. Вот он боится старших. Иногда они даже не объясняют ничего. Говорят, вот делай всё. Вот так вот угрожают. Строго. Ребёнок пугается и делает. Он воспитывается страхом. Это вот. Потому что на самом деле он не знает. В чём его словит? Он знает, что он не знает. Когда он слушает учителя, любое слово «учитель» он принимает за истину. Просто он знает. Я не знаю. Учитель знает. Я учусь. Когда я отдал лекцию для детей второго класса. Сейчас мы такие программы не проводим. Раньше мы были в школах, нас даже приглашали, чтобы мы проводили программы «Харе Кришна» открытые, с киртаном, с лекциями в различных классах. Это был второй класс, я очень хорошо помню. Они сидят очень смирно. Так они смотрят на вас преданно. Как преданная собака вот так. С полным доверием. Вы не можете солгать, как бы вас совесть не позволяет такого делать. Вы чувствуете отверстие перед ними, когда они такие чистые на вас смотрят, всё впитывают, мучатся. Если скажете это правильно, скажут правильно. Если неправильно, скажут неправильно. Вот такие они, чистые дети. И в то время это было давно. Время ещё атеизма, знаете, было такое сложное. И мы уже говорили там о душе, о отличии материи и духа. Детям мы дети слушали. Потом говорю, вопросы. Мне было интересно, какие вопросы тут дети. Они задавали те же самые вопросы, что это устроили. В интеллекте мне не уступали. В любознательствах уступали большие. И отгадывали все мои загадки. Они чувствовали. Что внутри вы хотите, они сразу заговорили. Счастье. Никто не хочет умирать. Они очень быстро, очень быстро и интеллились. Даже небольшие, небольшие, такие маленькие возрасты. Они очень чувствительны к этим темам, духовным, внутренним. Но мальчик один спросил, по нему спросил, а есть ли Бог? Я сказал, да, Бог есть. И попытался это всё как-то объяснить же, аргументировать. Уже рот раскрыл. Было. Он просто сел, толкнул соседу локтюк, сказал, я же тебе говорил. Всё. Учитель говорит, это доказательство. Всё просто. И затем это считается сложный этап. Ребёнок подрастает с этим простым, правдивым видением, истинным видением и выходит в жизнь. А там что он видит? Ничего практически не соответствует тому, что меня обучали. О философии, о Боге. Вообще ничего не соответствует. В жизни всё по-другому. Это была проблема нашего возраста. Нас обучали не сознанию Кришны, а коммунизму. Тоже неплохая идея. Но когда мы выходили в жизнь, мы увидели, ну как-то всё не так, как нас обучали. Сильно не соответствует. Таким образом, отличие между взрослым и ребёнком в том, что взрослый лжёт по-настоящему. Если ребёнок лжёт из страха, ты брал? Нет, я не брал. Он боится наказать. Он не хочет портить отношения просто. Он, знаете, стратег. Стратег, чтобы его продолжали любить, он просто лжёт. Ради любви он пойдёт. Но взрослый человек это делает ради денег. То есть есть разница в мотивах. Если ребёнок лжёт и совершает какие-то нехорошие вещи ради любви, иногда он что-то хорошее сделает. Например, ребёнок может, когда родители не дома, подготовить им сюрприз какой-нибудь. Нарисовать на холодильнике что-нибудь с масляными красками. Или прямо на скатерти что-то изобразить, знаете. Да, горчанка делала так. Она однажды решила улучшить скатерть. Там такая похрома висела. Она решила подровнять. Так подровняла, так старалась, что срезала практически всю. Чтобы ровно получалось. Или ребёнок капает пятно на скатерть, боится родителей на жнецах и вырезает это пятно, чтобы они не заметили. Это она тоже сделает из её опыта. Они это из любви просто. Чтобы их не перестали любить, чтобы не потерять эти отношения. Они дорожат, они боятся в небо родителей благословности потерять. Или похвалу не получить. И очень любят, когда их хвалят, любят, уважают, ценят. Они всегда, всегда радуют. Ради этого они готовы на многое дети. Они самоотвержены. Видите, в них заложена идея бхакти. Ради любви дети очень самоотвержены. Могут пойти на всё, как гопии. Гопии ради любви к Кришне пошли на всё. А нет всего. Это сознание вот такого чистого ребёнка. Когда мы впервые были во Вриндаван Дхаме, вот в Раджа Мандали, когда ходили по разным лесам Вриндавана, мы не само парикрум пара ходили, но мы ездили там, видели. Мадуван, Медуван, Билваван, Гавардхан, Варшана. И мы наблюдали, люди. И там между детьми и стариками разницы никакой будет не быть. Они такие же чистые. Но уже спрепуштённый разум. Удивительная какая вещь. Вот всё, что человеку нужно привести, это оставаться ребёнком, просто давать к этому разум человечества. Это всё. Так же, как он любит своих родителей, он так же может любить Бога. Для ребёнка это абсолютно понятно и естественно. Если ему сказать, что Кришна это как отец и как мать, всё ясно, всё понятно. Но проблема в том, что бывает у него плохой опыт отношений с отцом. Тогда, когда вы говорите, что Кришна это отец, ему не нравится это всё. Он не может найти позитивное что-то в этом. Так случается, так случается. И вот особенно травматично, когда дети не видят соответствия в поведении своих родителей. И тому, как говорят родители, и то, что не делают родители. И как они отвечают любовью на любовь? Как это любовь бывает? Ох ты, мой глупенький. Иди ко мне, моя крошка. Он вырывается, знаете, вот так вот, сопротивляется. Он не хочет быть таким. Крошки какие-то, глупенькие какие-то. Мы придумываем эти вещи. На самом деле, дети это те же самые взрослые. Они просто начинают свой путь. Разницы нет существенной. Это можно увидеть, что нужно давать просто туда. Разум, разум. Ничего другого, никакого другого воспитания не требуется. А что такое разум? Это просто способен отличать хорошего от плохого. Ты спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Он не везет с головой. Что сложно. Скажи, ну, невозможно везти с ребенка, чтобы он вражал. Он вредный, он упрямый. Он не хочет делать так, как я говорю. Нет. Он это делает, естественно. Если вы говорите, и делаете то же самое. Это касается ставшего. Смотрите туда. Если ребенок смотрит на взрослых, которые безрадостные. Ругаются, постоянно на работе, недовольны жизнью. Что он думает? Не хочу быть взрослым в жизни. Не хочу. Я слышу, что взрослый это такой же счастливый человек, только еще более разумный. Что? Взрослым. Это естественно происходит. Он станет таким, как он видит идеал именно. Самое лучшее. Природой ребенка, разобреленка такого, что он хочет стать самым лучшим в глазах своих родителей. Что было самое лучшее в наше время? Космонавты. Все восхищались. Взрослые. Полетом Гагарина. 61-й год? Да? По-моему. 61-й год это был первый спутник. Потом позже. Позже. Я не помню точно год какой полет Гагарина. 61-й. 62-й? 62-й. 62-й. 61-й. Кто? Кто больше? Но сначала запустили спутник, по-моему. 67-й. В 59-м, да? Спутник был запущен. 57-й. 57-й. Вы видите? Собаку. Собаку. Гагарина потом. Сначала Лайка полетела. Белка и Стрелка полетели. Потом уже Гагарину. После этих испытаний. И все восхищались Белкой, Стрелкой. Помните? Взрослые. Расславляли Белку и Стрелку и Гагарина. И дети тоже хотели все стать Гагариным и дружить с собаками. Все просто. А что, обучали к этому? Да нет, просто вы восхищались этим. Вот и все обучали. Вы думаете, это что-то сложное какое-то? Это совершенно естественная вещь. Так же, как вы не обучаете ребенка языку. Он учится сам, просто говорите. Разумные вещи. И он говорит тоже разумные вещи. А смысл? Потому что природа ребенка такова, что он уже предназначен для обучения. Он уже знает, как это делать. В природе вещей. Интуитивно. Благодаря просто своей чистоте. И открытости. Если посмотреть на детей, как они учатся в первый класс, допустим. Или в детский сад, или группы какие-то, они уже готовятся в школе уже. Они их рассаживают, они что-то слушают, уже запоминают, что-то там пишут, подготавливают. Посмотрите на их лица. Я смотрю сейчас на ваши лица, представляю те лица. И вот вижу, тут тоже детей, и они отличаются от этих лиц. Они смотрят так, видите. Кому-то не видят вас, понимаете. Кому-то не видят. Но они слушают, понимаете. Люди не слушают. И вот по этим вот вещам, вы понимаете, о чем они думают даже. Все их тело работает в это время. А думают, отвлекают. Ну что это такое? Сидишь мирно. А он так слушает. Вот он такой. Он туда. Он так не поднимает. Он туда покраснеет. Понимаете. Тогда ему задачу. У него пар пойдет вообще. Он работает. Ребенок. Такая машина, понимаете, внутренняя. Изучает жизнь. Брама Чару. Понимаете. Вот. Все. Ограждение. Да ну это. А вы смотрите. Ну как же его воспитывать? Не лучше такого. Такой анекдот. Отец на рыбалке. Удочку забросил и сидит. Ждет. Сидит и ждет. Сигарета. Он такой скучный. Когда ж не клюнет. Если не клюнет, он вообще расстроится. А тут ребенок бегает. Туда, сюда, туда, сюда. И. Папа. А почему реки текут? Почему они не вытекают все? Текут и текут. Но они не вытекают. Отец. 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 А где я это знаю? Он снова подходит третий раз. А почему то? Почему это? Отец говорит. Не знаю. А это ничего, что эти вот вот постоянно вопросы задаю, вот отвлекаю. Ничего, ничего. Учись. Учись. но не очень заметить на на те вопросы которые дети зают мы не отвечаем а в долгую что то другое чисто практическое осознание реальности материальное то есть как работать как зарабатывать деньги а как зарабатывать честно же не заработать мы же понимаем и мы хотим говорить будь честный но мы подразумеваем что тут есть некоторые исключения это стало правилом тут исключение ну конечно нужно это честно это понятно это когда наш известный Жданов против алкоголизма который выступает он выступал на телевидении то он говорил об этом умеренной питье которая вот является причиной вот этого всего разложения общества это идея умеренного питья там против этого выступали какие то магнаты там знаете алкогольной какой то промышленности они пытались как то остановить его проповедь а он всех победил умеренное питье говорит что такое это так же и понимаю что вы так же как воровать вы воруете нет воровать не нужно понимаете это неправильно воровать обманывать не нужно воровать не нужно и вы обучаете этому людей а люди спрашивают а вы сами то воровать вот вы говорите не воровать а вы сами то воруете да нет что я да как можно только только по выходным а по празднику так же мы обучаем как бы это да честным нужно быть но 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 и вот эти но и ребенок кажется начинает постигать истину правда вот тут заканчивается детстве вот когда мы достигаем эту истину таких отношений детство заканчивается потому что в детстве мы просто интересуемся миром природой друг другом каждый живом существо интерес проявляет и мы поглощены этим и нас не беспокоят различия материальные кто из какой семьи и детстве мы не различаем эти вещи разные способности но как только мы начинаем постигать истину практически кто уже вспоминает у кого кто какой отец сколько зарабатывает какое происхождение какое образование бедные и богатые и все остальное и вот такой взрослый очеред не может научить продолжить его природу как бы использовать его природу данную богу брама чару он любит правду любит истину не только слышать но и видеть дети очень ценят искренность никто этого не учил их мы говорим давайте станем искренне а дети они уже искренне это мы никто не учил а нет правда так конечно можно объяснить физиологически что наступят перемены с каждым ребенком но для этого то есть тело растет желания так же проявляются вождение да он созреет разовьется его тело да безусловно это так вот для этого мы развиваем разум чтобы остаться чистым ребенком чтобы разум миловать над нашей низшей природой для чего чтобы сохранить нашу ту детскую природу в чистоту познание познание себя вот это жизнь поэтому конечно же вопрос воспитания касается не детей с детьми все в порядке как мы понимаем вопрос всегда касается совершенно другого родители родители должны быть перед всем заинтересованы в этом воспитании ни от кого так близко в сердце не получит ребенок правду истину как от собственных родителей любящих замечали это ребенок переходя со школы от учителя он спросит вас что учитель говорил обратиться к вам за подтверждением обязательно если у вас хорошее нормальное отношение с ребенком он всегда найдет подтверждение у вас и когда вы подтвердите все закончено понято принято закон на всю жизнь родители подтвердили все ясно все просто это написано в шатрах можете получить эту истину от духовного учителя и отец и мать это природные духовные учители естественные если даже вы получаете какие-то наставления от другого духовного учителя непосредственно своего вы можете получить шикшу по этикету вы это приносите своему духовному учителю сначала я услышан и получил такое наставление и предлагаете ему на рассмотрение и он это подтверждает и тогда считается что это принято подобно этому ребенок учится на улице он что-то видит что с кем-то общается слышит что в школе он это принесет в дом и скажет родители об этом и как вы это на это трогируете и будете его окончательным выводом либо вы посеете сомнения либо что-то еще знаете когда мне зародилось сомнения в коммунистическом строе вы не поверите я еще учился в школе а мне никто против строя ничего не говорил сомнения сомнений зародила моя собственная мама когда я пришел со школы и стал мне рассказывать про коммунизм как это здорово что мы все коммунисты что у нас есть Ленин вождь что мы вот идем за Ленина потому что он бедных защищает богатых разоблачает его труды его подвиги его скезы его жертвы для людей это вождь я все жизнью пожертвовал то есть я был под впечатлением этой идеи знаете как это подавали в школу очень могущественно кругом были изображения на кругом 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 на площадях кругом это был вождь его цитаты были крупными буквами написаны на всех площадях его заветы заветы Ильича даже такой город и когда гопалкечный гостанин приехал он сказал что это за город как называется заветы Ильича он ничего не понял и ему сказали Шикша Ильича он очень интересен что есть такой город Шикша Ильича и я вот с таким павом с папцем с таким патриотизмом стал матери говорить как эти империалисты простите такие ужасные люди этот спрут жадный мир эксплуатирует почему люди не принимают коммунизм нужно его распространить по всему миру я стал что-то и проповедник так теперь так же проповедую создание конечно это мне в школе научили коммунисты да у меня были большие проповедники языкского сгоритета пламя они книги распространяли видите листовки так же как мы сейчас делали на всех языках распространяли это были такие а мать так спокойно слушать и вяжет просто она это уже слышала много раз видимо а для меня это новость и я отпрыг еще она без энтузиазма абсолютно просто вяжет и все и позволяет мне говорить то что я говорю ничего не противоречит если я в чем-то был убежден она со мной не спорила никогда за что я благодарен она давала мне возможность вот верить в то что я верю и проверять это она запоминала а потом спрашивала ну как насчет того а ну да да ну не совсем так конечно я не люблю другое там что-то ну короче я всегда так мать всегда была такая правдивая у меня это было того и вот она послушала я умолк пар весь вышел на креотический и у меня как-то на лидературе она сидит просто и вот вяжет и все а потом говорит может быть это тоже ошибка вот это одна фраза я больше ничего не сказал я это услышал до сих пор помню это слово эту интонацию она этого не помнит когда я ей рассказываю об этом что-то первое во мне заорнило это сомнение я начал поиски уже в том возрасте что-то другое вопросы появлялись беспокойство начались именно с той своей фразы мне сказали что то что ты получил в школе возможно тоже ошибка знаете как происходит насколько близкая связь родителей и детей естественная естественные учителя гуру мать и отец природный гуру поэтому не думайте что если вы просто приедете детей отдадите куда-то в храм или куда-то там в гуру кулу отдадите этого достаточно нет это не так нет это не так вы должны развиваться вместе с ними и разрыва не должно быть если даже даете в гуру кулу вы должны быть полностью в курсе что там происходит с вашим ребенком чувствовать это потому что от вас потребуется когда-то подтверждение изнутри сердца полная ответственность несут конечно же родители своих детей так мы понимаем это сейчас это брамачару когда ребенок подтверждается в правдивости когда получает такие подтверждения когда у них появляется уверенность в себе вера в себя это особый возраст называется возраст самоуверенности это дается также природы примерно лет с 15 начинается возраст самоуверенности я уже самостоятельно я уже все или я готовлюсь я желаю быть самостоятельно опыта еще никакого знания еще довольны о мире поверхностные но он уже готов здесь задумывается о чем о любви о дружбе об отношениях изучает отношения то есть если дети просто сначала изучают мир какой-то предметный мир ломают что-то разбирают постоянно то в этом возрасте начинается наука взаимоотношений вот тут что должны дать родители какие идеи ребенку если вы хотите стать другом близким самым близким другом для своего ребенка дочери или сына вы должны в одном возрасте дать им чистое возвышенное понимание дружбы любви в этом самом возрасте начиная с пятнадцати лет это тот самый возраст за что они будут ценить безмерно если вы это дадите в этом возрасте не то что вы говорите вот это другое плохое соединить с ним не играют не другое привычки не таким образом это делается вы вкладываете высокое понимание душбы очень высокое а как мы говорим любовь к Богу это очень высоко а вы вкладываете и приводите пример что это настоящая дружба что это такое вообще из жизни из опыта вы должны показать что у вас это было и в это время он научится всегда на всю жизнь если в это время вы научите его дружбе и любви он не станет развратником потому что это высокие это вождение у него пробуждается но это высокие идеалы он даже может обожествлять дружбу клятся дружбе в детстве потом крелся со мной с ручки вот видите сколько в черном мальчишки тоже есть я тоже был мы себе сожгли руки на чердаке над свечкой держали ладони и до десяти что ли пытались считать в дружбе прялись все руки у него дырят мы потом боялись старших завязывали их руки прятали попились в дружбе с другом вот это примерно мне было один сет точно вот так вот вот это вот и когда в этом возрасте вы видите что у отца есть друг вы цените это о отца есть друг намного так говорит прапада гордился что у него есть друзья ученики они не знали вообще об этом что у прапада могут быть друзья он начальник великий и у него могут быть друзья но он говорит однажды один человек пришел к биржабасе и не стоит они там место они просто джайрат и все и пошел и не остановится биржабасе и там охрана ученики прапада просто попасть на дальше знаете а тут джайрат и все и вошел даже никто не успел и тут же все рядом с прапада стали о чем-то говорить на хиньге и два часа и смеялись шутили и все такое а ученики они просто не понимали что происходит что за личность такая прапада святого так долго обо всем на свете говорит и все забыл вообще и в конце концов он ушел это нужно дружбу нужно ценить и уважать сознание кришны также очень важна дружба если мы хотим на самом деле по-настоящему хорошо прогрессировать и преодолевать трудности это возможно лишь тогда у нас есть настоящие друзья в святомне кришне которые будут нам помогать развиваться в святомне кришне дружба это особый разговор но детям это можно вложить собственным примером если у нас нет друзей как бы представьтесь у нас такая ущербная жизнь не с кем не хотим еще дружить у нас может быть только есть друзья по бутылке то как вы научитесь вот откуда если нет верности в семье и у отца и у матери то там то тут связи какие то то как вы научите ребенка вот эти возвышенные формы любви и отношений дружбы как вы построите с ними отношения невозможно вы посмотрите какая ответственность быть отцом и матерью а иначе если не такой ответственность не принимаем то есть это грех становиться отцом и матерью вы совершаете грех рожая ребенка просто что такой ребенок называется мача это созвучное слово сын и мача там одну только букву поменять нужно потому что это выходит из одного и того же источника как говорится и в одном случае этот человек родится в другом случае просто мача отходы вот так называют и вы совершаете просто загрязняли окружающую среду такими людьми то есть я это говорю почему чтобы мы вспомнили какая ответственность лежит на нас на родителей за своих родителей ни кто-то за это несет ответственность ни гургулы ни президент храма ни наше общество создание критвы все конечно несут какое-то но главную ответственность мы должны знать что это родители знаете какой признак по какому признаку можно понять несут ли родители в этом месте ответственность за детей или нет очень просто насколько родители общаются друг с другом настолько можно и понять если мы заинтересованы воспитание с ребенком мы очень заинтересованы чтобы он общался со сверстниками развивался и вы немедленно познакомитесь со всеми родителями со всеми с ребенком сразу за него какие-то планы с женщиной сотрудничества это дети это их научно они объединяют общину взрослые если там у них нет детей особенно они склонны общаться с супругами они склонны закрыться в своей квартире они все делали заниматься а если что делают они в квартире долго сидеть не будут вот мы были недавно в Набороссийске там предыдущие дом большой там жил только предыдущие несколько подъездов несколько этажей квартиры все только предыдущие и что же там двери невозможно закрыть дети постоят двери они стучат не можете закрыть дверь тут же будет стук ребенок какой-то пришел к вашему ребенку или ваш ребенок пошел куда-то еще кого-то привел они сбиваются в группы какие-то эти группы то там в этой квартире устраивают что-то то в другой квартире им нравится то там холост устроить перевернуть потом в другую квартиру где порядок там перевернуть и поэтому все взрослые бегают там мой не у вас и там моя не у вас и они знают друг друга дети заставляют общаться дети они общину таким образом объединяют это очень важный факт если мы хотим построить настоящую общину то в этом есть один критерий я был у одного ученика проупады в Риндаване интересно есть место я вам сейчас скажу где его найти когда будете в Риндаване зайдите туда там у него есть храм он давно живет там он уже как в Риджабайсе я сейчас к сожалению не помню его имя према слово према есть его имени это я запомнил точно ну то есть у него есть там корова одна интересная в коровнике у него семь коров и одна из них брамачирини корова дает молоко не имеет теленка никогда не имела теленка молоко дают гирираджу его божеству вот так это уникальная корова совершенно сурабхи необыкновенная мы к ней приходили кормить яблоками у него такие классные любознательная она сразу бежит к вам ест яблоки все вы ее гладите она тут же как с райской планетой существует ну и поскольку он занимается землей коровами вот он такого сорта человек очень опытный и любит Кришну всем сердцем ученик правопады я ему стал задавать вопросы про общину потому что мы пытаемся создать общину но это трудное дело у нас есть удача неудача расскажите как как создать такую хорошую общину и он объяснил что такое хорошая община ну это вообще секрет я не буду говорить нельзя говорить не для распространения только во время дороги но еще говорит омский можно сказать поскольку тут уже Хариндаун тут уже Ратвей Кришна ну поэтому чуть-чуть можно поделить кто знает секрет хорошей общины чтобы мужчины защищали свою женщину неплохо кто еще что мужчины стали когда защищены спокойно женщины счастливые дети верно верно вы правильно говорите то есть критерий успешной общины это счастливые женщины и она будет развиваться там где женщина счастлива там будет развитие лакшли это форма лакшли проявления лакшли а женщина когда счастлива когда вы для детей условия создадите детям все дети женщинам все счастливы женщины которые имеют детей они думают только о благополучии своих детей больше ни о чем поэтому вида говорит так женщины дети старики коровы и браком это есть общение это отношение воспитание детей означает что мы создаем будущее какое будущее планируете хорошее значит хорошее дети я значит какое будущее устроит кто то будущее устроит кто это наши дети которые вырастут потом они устроят наше будущее с теми отношениями характером вот такая очень важная тема и все знают что дети это наше будущее но не понимают как это так связано когда-то 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 мы увидели детей в песочнице играют во дворе каких-то домов в городе Челябинске а на скорейках рядышком сидят бабушки такие пожилые в шапках сидят они о чем-то там заговаривают а дети перед ними играют в песочнице им там уже может быть под 60 лет эти бабушки у кого-то больше дети там 5-6 лет они там водятся в песке я был с одним из духовных учителей тогда мы эти вещи в каждом дворе не так проходим его он смотрит посуде говорит что это человек видишь вот дети играют в песочнице а вот сидят их бабушки они смотрят на детей дети играют под их присмотром но через 50 лет эти дети будут сидеть на этих лавочках а песочнице будут играть другие дети и вот эти дети эти бабушки об этом не знают понятия ли не знают это иллюзия вот из-за этой иллюзии мы не знаем что такое ребенок это вот в наших интересах это в интересах нашего общества не только моей семьи меня лично в интересах общества один хорошо воспитанный ребенок может сделать огромное количество служения по всему миру я помню эту видеозапись когда когда советские преданы сидели в тюрьмах то стали акции протестов организовывать в америке плакаты с этими предатыми портретами в тюрьмах на английском языке то есть они стали делать демонстрации за рубежом в Австралии в Америке чтобы показать что в России такое происходит протест за рубежом происходил в СССР невозможно было такие протесты устроить сложно было а потом это через средства массовой информации доходило уже как-то и в СССР и знаете такой шире прохлад тогда он был просто прохлад это имя имя удалось Шишлопропад это мальчик учился в Гурукуле но был это совсем ребенком в те годы и он спел песню мистер Горбачев в защиту защиты этих преданных в тюрьмах он спел песню с просьбой освободить этих преданных которые невинные они просто служат Богу такой текст песни на английском языке и он пел подстремленный мотив этот ребенок мальчик это тоже была одна из таких роликов в компании чтобы это тоже было частью этого протеста вот эти дети тоже вот поют как говорят дети преданных а затем когда он спел эту песню с микрофоном преданный журналист берет в нее интервью мальчик это тоже все было публиковано о чем эта песня и что ты хотел этой песне сказать он объяснил что он просил мистера Горбачева быть справедливым и прочее он перевел текст этой песни свои слова у него свои пожелания что бы ты хотел больше всего спросил его это ты актер ты то есть хочешь помочь преданным я хочу помочь всему миру дети уже готовы если просто сохранить их чистоту и дать раз они все изменят мир это не какая-то фантазия это реально проблема заключается в том что современное образование отношения пропаска становится бойней для разума ребенка вот и все поэтому мы думаем что воспитание какое-то что-то сверхсложное как-то вот нужно воспитывать как-то выращивать что-то такое особое говорить какие-то особые методы технологии нет все естественно то есть просто уважать их природу уважать их разум их цели они впитают эти вещи как они верят в криш то даже преданное надо бояться родителям вот не наиболее не сонялся ребенок он так повел к кришну я ж не до такой степени не могу как повел к кришну дети примут всем сердцем я рисовал свою дочерью когда-то ей было около четырех лет ну купили ей такие мелкие восковые такие мягкие из-за границы присылали мягкие красивые яркие мелкие она любила ими рисовать так оралка с таким носом глазами юбка такая все все где это присыл остров я профессиональный художник я подсматриваю как это я виды не показываю я же учитель в конце концов я не должен но меня захватывало ее творчество но я не об этом и она этот мелок подняла чтобы сделать там что-то еще какое-то движение только сказала ой и вырнил я истинно испугался у меня было полное впечатление что у нее что-то с сердцем произошло крик ой и мелок выпал она замерла я говорю что случилось она взяла мелок ничего просто показалось ну что показалось что такое показалось что такое было ну показалось я говорю ну что показалось говорит я очень беспокоился ну как будто бы не знаю ну вот как будто эта картинка вот здесь вдруг появилась и столкнулась я сейчас рассказываю она не помнит она и сказала это впечатление глубоким какая глубина только потому что там вожделение еще не проявлено они выше нас в этом смысле слова дети дети нам говорят что делать что не делать мы ориентируемся на эту частоту ребенка поэтому если мы не воспитываемся ребенка то мы тоже не развиваемся родители должны воспитываться в детстве если вы хотите развиваться в сознании Кришны воспитывайте в сознании Кришны и будете прогрессировать в сознании Кришны очень быстро когда эта Гурчанлика сказала мне дочь была маленькая что я не успеваю читать книги и столько дел ну понятно кстати ребенка я подумал сказал ну вот она подрастет начнешь читать и вот тогда ты прочитаешь она тебе заставит читать все книги так и получилось она ее заставляла читать книги ну уже устаешь невозможно читай не спит читай ну хорошо ладно я так устал я не могу уже читать все уже сейчас буду читать философия начну чтобы быстрее уснула философия такую знаете изосточную она не спит слушает она так часто пока когда читаешь не устает все иногда она уже засыпала и говорила какие-то слова странные что там сказала я не помню про собаку у меня очень смешно было она перепутала слова вместо того чтобы сказать свалил деревья джуна сказала спилил два дерева джуна и она нет контролирует лежит не спилил свалил читай дальше и она не прочитаю много раз строчек я даже проверял приду открываю читаю какая глава дочка говорит какая глава и что за история знала практически наизусть не потому что это было навязано потому что я читал и курочку эту самую черную курицу несчастную прочитал и Андерсона да курица ну страшная такая тяжелая история ну как оказалось потом я не знал пока ребенку не прочитал я думал ну что мы источник источник все про кришну про кришну может она что-то хочет еще послушать ну что ты хочешь чтоб я ее почитал она не знала я говорю ну хорошо про курочку не про кришну про курочку черную курицу и когда она выросла она рассказала более жуткой историей говорит я не слышал больше никогда не просила читать ничего кроме кришни потом подумали наверное вот мы ее все таки вот не обучаем общаться с миром там на утреннике не водим там с детьми обычно не общается и жена повела ее на новогодний утренник кармический обычно ну там елка и все остальное она саре одела девочка мы ее саре одеваем очень красиво было вообще такие детские сари я не знаю где взял когда наш джебисин прислал для всех семейных людей для детей подарки прислал просто так и там был такой саре она очень любила в него оборачиваться всегда в саре ходила точку поставит и танцует все эти реальницы дети такие не любят красоту и она увидела там этот Дед Мороз вышел в трусах не знаю почему он в трусах вышел была какая-то перестроечная эпоха рейки и бандитизма и непонятно вообще что появилось в культуре тогда ну страшные вещи можно было увидеть по телевизору где угодно услышать и на улице и вот тогда на утреннике вышел пьяный Дед Мороз в трусах и такая же снегурочка без юбки без ничего и с тех пор если мы ей говорили пойдем на утренник нет нет туда никого все здесь мы не заставляем так уж получалось нет она эта культура и уже когда она уже стала в юношеском возрасте она слушает смотрите раги постоянную египетку музыку а мы с бурчаной как там ну это рок-мантра рок-концерт ну с таким современным знаете ну наши вкусы битлз там а она не слушает это может нас не снялится а им балтеж нравится это все я говорю почему она не слушает эту музыку давай послушаем эту музыку вот там под современную музыку можно опять коллективную она говорит ты баба ничего не понимаешь в музыке в рагах есть все и давай мне читать лекцию чтобы по-настоящему с детьми она с вами иногда ругается ссорится и мать ей говорит это вожделение контролируй свои чувства ну то есть какой-нибудь она слушает стоит интересно что она сделала она так вожделение понятно надо петь киртан взяла коротал и стала петь киртан чтобы вожделение ушло она слышала лекции чтобы она пьетит святое имя то все очищается значит все она спела киртан нужно дать лекцию включила магнитофон и дала лекцию мы ее записали и потом мы так смеялись когда она выросла включили эту кассету мы просто лежали все на полу она застеснялась видимо она ее как-то убрала но она дала одну лекцию почти над Багаватом это нужно было конечно послушать как дети дают классы это что в многом научиться то есть львинная доля моей проповеди была во взаимоотношениях с семьей именно там все это переварилось там все это решалось там все это вот как бы усваивалось в общении в близком общении там был ребенок который также нас оценивал каким-то образом чистый ребенок и он оценивает своих родителей и всегда оценивает чувствует правильно устали молодец самоголит истин поэтому пожалуйста внимательно воспитывайте своих детей это наше будущее это наше настоящее это наши перспективы это наше сознание кришны пропа сказал поклонение детям важнее чем поклонение божества слышно? все так вы даже можете оставить поклонение божества если нет времени поклонения ребенком заниматься то можете такое сделать это очень важно потому что дети вайкунхи от Кришна дал этих детей сюда в наше общество не перекладывайте ответственность ни на кого несите всегда полную ответственность это имеет полную цену это очень важно все родители должны знать это итак наше желание именно удовлетворить Кришну удовлетворить Шива Праупаду не просто лично развивать свое сознание Кришны для себя у всех родителей есть такие обязанности у каждого когда мы приехали в Швецию с детьми в то время занимались собой больше сознанием Кришны вот такие и Кетти Раш нам сказал наше желание что обязанность греха заботиться о своих детях и все замолчали слушая что что за метод мы должны развивать сознание Кришны вы не знали об этом спросил поэтому я вам об этом и говорю вы должны знать что вы родители должны нести ответственность за свидетелей полную эти слова тоже хорошо запомнили что вы должны нести ответственность за свидетелей только тогда можно изменить что-то в обществе только тогда будущее будет каким-то обещающим конечно хорошо что проповедуем людям новым прочим но очень важно проповеди рожденные в семьях преданных детям они могущественнее будут чем вновь пришедшие которые не пришли к такой подготовке с детства рождение это более сильно оно тоже имеет значение проповедуем если объясняет что рождение также имеет свое значение у преданных будут рождаться всегда хорошие дети это благословение это так и есть у детей преданных будут еще сильнее дети рождаться чище проповедуют дети ваших детей уже могут построить варнаши вы не сможете вы не достаточно могущественно дети ваших детей то есть они будут сильнее будут чище это хорошо правда мы же желаем что дети были лучше нас это же нормально никто же родители не завидуют своим детям наоборот будут рады ребенок превосходит своего родителя вот так это должно быть представьте рождается ребенок всеми предокол вырастет и никогда даже не попробует ни мяса ни рыбы ни яиц ни вина ни сигареты вкус мне не будет никаких смысл никакой памяти никаких ложных вкусов как здорово как легко как естественно вот так но если например мы не недостаточно уделим внимание ребенку и он не будет счастлив не получится дружба этих возвышенных чувств упустив например он же пойдет искать это в другом месте он там начнет этот опыт набирает сигареты что-то выявит он наберет и готов в силу просто недовольстворения не потому что там очень интересно нет 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 что он здесь поэтому очень хорошо что вы проводите детские программы вот то что вы показываете то что вы детьми занимаетесь это очень ценный флаг на самом деле самая главная программа в Исконе знаете какая защита детей номер один программа это для всех президентов и лидеров общества ИСКОН установлено установлено номер один программа защиты детей в нашем обществе но это обращение большей частью к родителям обращаю как и хочет что-то сказать добавить что-то сказать на эту тему хорошую ну может быть по ходу может быть будут обсуждения какие-то можно да а вот скажите пожалуйста ребенок не будет ли он себя белым белой вороной чувствовать если он попадет в современное общество такие там школу где-то другие учебные заведения в армию если он будет очень правильно воспитан а в современном обществе там как бы другие приоритеты и таких детей и очень трудно если они белая ворона они могут быть и насмешечем каким-то и тяжелого ребенка и как с этим быть как преодолевать такие трудности может быть это зависит от веры родителей большей частью то что вы спрашиваете можно привести такой пример природе есть очень сильные агрессивные животные такие как тигры а есть мирные беззащитные животные коровы скажите пожалуйста корова вышибит с тигры ваш вопрос подобный этому потому что мы воспитываем смиренных таких терпеливых любящих а мир другой они там могут оказываться беззащитными слабыми поэтому я привожу такой пример тигры съедят корову безусловно если это так а это факт тогда вопрос другой а почему коровы до сих пор если ваши дети в сознании кришна они под защитой бога будут это вопрос веры родителей это относится к вере уже это и пугает неверующих родителей я бы хотел воспитать честным но ведь он же не выживет в том числе это именно проблема вот этой веры как бы один переданный молодой мы взяли в армию в Санкт-Петербурге он пришел и сказал мне что меня забирают в армию что делать я уже 16 круговчатые принципы все но он даже не царством получил тогда и тут такое армия еще до перестройки это началось дал бы пример в это время я подумал что же делать ну хорошо тогда вот просто иди туда и скажи кто ты что чем занимаешься пусть думают сами скажи что ты встаешь в 4 утра повторяешь 16 кругов манты вегетрианец еще не предложено не ешь расскажи все он пошел рассказал мы сказали ну не знаем что с тобой делать ну ты должен быть призван почему отправлялись и отправили его все взяли проводили его с тяжелым чувством как он там будет приставить армию рядом это хуже чем с ней тигров рядом оказался через месяц возвращается ты что сбежал нет выгнали ну так же как с тюрьмой выгнали я правду вам рассказываю я говорю садись рассказываю это все нормально у тебя документы все с собой есть все это законы от тебя искать не будут это вообще это же серьезно это же подсудное дело я понимал законы а он говорит выгнал кто самый главный как все было ну я как вы сказали в 4 утра поднимался их там 6 не могут поднять пинками а я в 4 уже поднимаюсь с вами неспокойно сручим а он же повторяет не ем потому что не могу там все не предложено я мясное я не могу так и болеть забеспокоились все все почему не ешь почему то вера не позволяет нужно кришне предложить сначала немного есть пищу а тут мясо невозможно я должен имена свекли повторять я дал обед 4 принципа все рассказал все в шоке все все начальство все солдаты все ненормальные они белые ворота а там если бы от пищи отказывались вообще это ЧП по законам армии это ну ЧП нужно рассматраться и это ЧП от пищи отказался там что там попьет воды все вот уже 3-4 день ничего не ест ну это что дело до начальства верховного доложили уже чтобы там не оплашать доложили сразу верховному начальству приехал какой-то генерал округа даже что тут за фрукт такой что за явление в армии такого не было трогайся сколько я слушал такого не было еще и говорит покажите мне его вот он пришел и стал рассказывать мне нужно что тебе нужно чтобы ты ел он говорит ну капуста картошка и он перечислил все что нужно масло ги конечно чисто а что он так гениал так сделает не сидит тут сюда его я хочу посмотреть что будет делать с этим я говорю должен сам приготовить знаете аристины должны готовить пищу так так да и на кухню пойдем далее кухню посуду он стал посуду отбывая сначала долго чистил прям по насловию знаете посуду для кришны мыл кухню не могу так готовить для кришны мясо готовить возникновения 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 вообще такое ну так иначе как что то дали все таки он сказал стал готовить все это не стояли наблюдали там сад жири приготовил что то еще скатал чапатики теперь надо предложить не смотрите на пищу сейчас все будут предлагать боже мой этот генерал просто и он прям в поклон и мантру повторил колокольчиков колокольчика не было а он взял крышку от кастрюли ну чтобы кришна слышал и прям при генерале что-то предложил потом сел стал ездить говорит садитесь все все генералы все садитесь сюда я сказал все гоните в шею а 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 Но если вы хотите повысить стандарты своего служения, то в вашем доме тоже должен быть храм. Алтай, предлагается пища, гости приходят регулярно. Это очень важно для семейных людей, для воспитания детей, чтобы гости приходили в дом регулярно. Это самая главная школа для детей, школа общения. Столько друзей и родителей, столько общения, и очень много учатся быстро. То есть семейные люди, которые не могут посещать храм регулярно в доме, храм должен быть у них. И гости приходят. Можно также арой теперь, да? А, тоже запретит. Это же рекомендовано всем семейным людям. Когда вы поете арой к своим божествам домашним, вы должны знать, что ваши божества экспансии храмового божаевства. Вы сказали, что очень важно ребенка научить дружбу. Ну, чтобы он увидел там родителей и детьми. А можете раскрыть, что такое дружба? То есть это какие отношения между двумя мужчинами? Что такое дружба? Например, отец все делает для своих детей. Дети просят, и отец выполняет. Такие же подобные отношения, ну ведь, между мамой и папой. Они тоже, у них есть дружба. Если кто-то что-то желает, другой выполняет. Это взаимно. А вот пришел чужой человек, смотрите, чужой. Ну, отца с ним такие же отношения. Тот просит, отец выполняет. Дети очень любят такие отношения. Это очень важно, когда вы приглашаете гостей в дом. Постепенность, дружеские отношения, служение. Дети восторгиваются. Чтобы сохранить простоту, нужно обучать контролю чувствам. Тогда сохраняется эта простота, браманическое качество. Потому что браманы владеют чувствами. Сложность, простота и сложность, так сказать, это исходит из вожделеющего разума. Нерешительность и всевозможные сложные варианты жизни из вожделеющего разума. Многоветвисит разум те, кто нерешительный. А нерешительность означает какая-то привязанность. Из вожделения подождаетесь. Дети, они самые непривязанные. Дайте самую дорогую игрушку. Через два часа забьет. Все, уже непривязан. Давайте новую. Дети в шоке от такого отречения. Они учат его привязанности. Как бы ценить эти вещи. А он непривязан. Оденете его в новую одежду, отправьте гулять. Как он вернется? Ну, знаете, как он вернется? С ног до головы. Он непривязан. Вот он человек, это его чистота. Как воспитывать в детях непривязанность к материальным вещам. Это означает, что мы учим делиться, раздавать просад. Проповедовать друг другу обмен. При помощи обмена. При помощи обмена. Дети склонны к этому обмену. Это нужно поддерживать. В моем детстве было так. Мы не любили долго сидеть дома, обедать, допустим. Мы спешили уйти на улицу. Мы часто не доедали, потому что там уже начинается что-то во дворе, и мы уже не можем есть. Эти дети не терпели, не бросают. А мать знает, он еще голодный. Тогда она берет ему кусок хлеба, намазывает вареньем и дает еще туда, на улицу, чтобы дается. И часто было так, что ребенок выходит с таким куском свобедника. Ну что, дальше происходит повеседение. Дальше начинается непривязанность. Он должен делиться со всеми теперь. Вот так. Вот такие образы. Пожалуйста, у меня дочь, твоя первая, очень любит наряжаться. У меня возникает вопрос, это у нее связано с материальным? Три года. Четыре года. Четыре года, любит наряжаться. Курчан, я говорю, что ты думаешь, это опасный симптом? Это же культура, это же искусство наряжаться. Научить ее хорошо наряжаться, красиво. Ну, это не будет привязанности к материалам? Будем, если у вас вопрос возникает. Будет. Но вы должны это делать для Кришны. Вот, нарядили, иди, повторю, танцуй. А во-во-во, дети, вы кстати вообще, что Кришна с господством нарядми танец. А они это делают с верой. Для Кришны мы хорошо одеваемся. Еще красивее, чем не для Кришны. Единственная культура, она потрясающая. Через одежду, через способность одеваться и украшаться, проявляется индивидуальность человека. Как мы понимаем интеллект, вкус у друг друга по одежде, очень много видно. Потому как человек причесывается, одевается и все остальное. Внешняя культура, это его вкус, проявление его интеллекта. Очень многое можно сказать по внешнему виду человека, как он одевается, как он себе представляет общество. Это тоже большое искусство. Скажите, пожалуйста, наверняка все знают такие случаи, когда есть дети открытые, они всем делятся с родителями. А некоторые дети, говорят, бывают такие, ничего не рассказывают. Означает ли это, что родители неправильно себя расставят в отношении к ним именно? Не обязательно. Бывают такие природы. Ну, самскара такая врожденная может быть, так же. И подкрадиться может от него человек. Но в любом случае он хочет, чтобы его кто-то понимал. Я был таким с матерью. Я никогда не раскрывал свои сокровенные вещи перед ней. Но я требовал, чтобы она понимала сама все. Я просто требовал. Я злился, если она не понимала меня. Я научил ее понимать всему и мыслью. То есть любой человек желает, чтобы его понимали. Если он даже не может, ему стыдно, или он стесняется, или просто у него характер такой, что он не хочет раскрывать себя. Но не он желает, чтобы его понимали без слов. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если ребенок с какой-то тяжелой кармой, ну, к примеру, может быть, ему суждено преступником стать. Если он попадает в такую благоприятную среду, к примеру, в вошнавство, ну, и каких-то обстоятельствах, так арма не проявляется. Если ему суждено стать преступником, если он уже, он исследовал преступный менталитет в прошлой жизни. Да, да, да. Да. И он становится приятным в этой жизни. Ну, как-то, ну, мало ли, какие-то обстоятельства, вот он в детстве, в маленьком возрасте попадает, может, бабушке она приедет, просто примет. Да, может произойти удивительная вещь, может произойти удивительная вещь. И иногда мы видели таких детей, которые проявляли демоничную природу с очень маленького возраста. И атмосфера сознания Кришны очень сильно меняла их. Это было как чудо, буквально. Очень сильно меняла. Хотя отпечаток какой-то остается, прошлая карма, несомненно, должна остаться. Она как-то уже проявилась, проявлена. Безусловно, очень могучное очищение. Ну, а что, посмотрите, сюда приходят люди иногда с воровским прошлым, с преступным прошлым. Что происходит? Они очищаются. То же самое. Пожалуйста, как установить для детей какие-то ограничения в семье? Ну, то есть, для детей что-то было ограничение. Ну, как срочно-росто. Ограничения? Дети боятся эмоций родителей, настроения родителей боятся. Необязательно их бить про упаду, мы читали их, нельзя бить. Но эмоционально мы можем заставлять их что-то сделать. Могут бояться эмоционально, но физически не никогда. Иногда нужно что-то заставить сделать. А иногда нужно просто... Вот как одна предная рассказала, как его воспитывали. Мы никогда не били, на нее никогда не кричали. Но если она что-то делала не то, бабушка отводила ее в отдельную комнату и говорила, сиди здесь и думай, что ты делаешь неправильно. И не приходило, пока я не выходила и не говорила, что я поняла. Заспалялись думать. Таким образом. То есть найдите способ какой-то. То есть это тоже искусство. Искусство уже родителей воспитания. Разум, родители его желания найдут ему какой-то путь. Путь к ребенку, да дуй. В сердце. Это как бы ваша роль. Не воспитывайте детей просто по каким-то схемам или сухим методологиям. Ищите путь из сердца в сердце. Находите какие-то нестандартные решения. Иногда вы можете рассказать историю про кого-то, но ребенок понимает, что вы про него это рассказываете, например. Очень действенное. Думайте, это ваше творчество, это ваша ответственность. Доносить хорошую вещь. Получится. Сейчас мы прочитаем. Детская радха ятра. В чем ее значимость? Есть мнение, что взрослые радха ятри детям достаточно, они ей рады. Да, да, дети, конечно, рады взрослые радха ятри, но совсем другое дело, когда они сами сделают колесницу, установят божества, сами проведут киртей, сами распространят краса, понимаете? это совсем другое дело. И сами получат непосредственно милость от божеств. Они очень способны к этому. Конечно же, это хорошо. непривязанность и доброта, есть ли единство и различие в чем? Да, это сходные вещи. Непривязанность должна быть в добролетели. Непривязанность в тамости, это безответственность. Непривязанность в страсти, это внутренний мотив, что меня прославит за это. А непривязанность в добролетели, это как раз вот желание отдавать любви. Это и есть та самая непривязанность, верно, такая культура. Но наше время истекает, вопросов много. Я помню, что есть еще. Еще время? Есть время? Ваши вопросы. Я слышу, такой вопрос, мне кажется, может быть слишком актуальный, но все-таки, вот вы говорили о том, что у прермы дети уже особо рождаются, а потом еще очень важно. Мне интересно, в какой момент, вот, усыновленные дети, какое к ним отношение? Вообще, стоит ли же это усыновлять детей? Усыновление детей. Вопрос, стоит ли усыновлять детей? Не могу сказать однозначное ответное к вопросу. Это решается индивидуально, в любом случае. Что сказано об усыновлении? Например, карму усыновили семья рыбака, который видит, что ребенок в корзине плывет по риге. И собрали, усыновили, это естественно. Так же, как Джара подобрала две половинки ребенка, родившегося неудачно. Но поскольку была колдунья, соединила эти половинки и пошла воспитывать этого ребенка. Это естественно. Так люди обычно делают. В годы войны это было обычным делом усыновлять других детей. Это было обычным долгом. Все старшие люди по отношению к детям родители. Такова их раса, таков вкус отношений. Это хорошо. Другой вопрос. Сможете ли вы воспитать такого ребенка? Это сложнее, чем воспитывать обычного ребенка. В нескольких случаях подряд ко мне обращались женщины, которые воспитали таких детей очень неудачно. Одинаковые случаи были. Все они, эти дети, которые были в тюрьме, оказались в тюрьме. Потому что они строили будущее, но они не создавали их характер. Они за них строили будущее. Понимаете? Они думали о будущем этих детей. Означает, что этот ребенок проживет жизнь безответственно. А на самом деле нужно воспитывать качество. И вот тут именно родители, они способны создать это качество без сентиментов. Потому что когда это не ваш ребенок, вы боитесь. У вас есть барьер. Это не совсем мой ребенок. И не верю я право это делать. Начинаю не слишком жалеть его. Три подряд случая приходили ко мне одинакового характера. Как в той истории с тетей, которому откусил ухо тот усыновленный ребенок. А она ему все прощала, как сироте. Она была слишком сентиментальна, не воспитала поступок. Поэтому этот вопрос как бы тонкий. С одной стороны это естественно и хорошо. С другой стороны это непросто воспитать такого ребенка. Почему дети преданные и становятся преданными? Они преданные. Они верят в Кришну. Возможно не стопроцентно преданные все будут, но они верят в Кришну. Они уважают Бога. Не думайте, что они совсем не преданные. Как маме, которая одна воспитывает сына, распределить правильное время работы, служения, общения с сыном. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Поэтому мы говорим, приглашайте гостей в дом. Они должны получать общение. Не только с мамой. Но и видеть ее отношения с окружающими людьми. Они должны также иметь какие-то авторитеты, кроме родителей. Кого слушает мама? Кто дает ей наставление? Кто дает наставление отцу? Они должны видеть тут приемственность, связь. Отец не просто говорит, потому что у отца есть духовный учитель. Отец поклоняется Богу. Оттуда истина исходит. Естественно это принимается. Все дело приемственности. Мы не можем воспитать ребенка просто единолично. Без общения, без социума, без этих отношений. Нам нужно целое общество. Целая культура необходима. То есть наше дело связать. Связать ребенка с этой культурой. Лучшей культурой. И лучшим представителем общества. Вот и все. Одна вы ничего не сделаете. Слишком много для ребенка. Естественно. Но общество, оно воспомнится. До какого возраста детей родители несут ответственность за детей? Ну, с точки зрения закона кармы, я не помню возраст какой культурой, когда уже дети сами отвечают за свои поступки именно. У нас по закону с 18 лет, так, совершеннолетие, и считается, что он уже отвечает перед законом самостоятельно. А в медическом культуре до 14 лет, примерно такой возраст, уже в это время он несет ответственность за поступки сам. Уже от 14 частично несут, есть такие детские колонии, да, тут уже есть какие-то формы наказания, верно? Как я, как бабушка, могу оказать пирожками на внуков и с родителем и прочих сознанием кришников? Блинами, пирожками. Даже просто все. Бабушка. Бабушки на блины, а никто не забудет. Пирожки. Просад. Например. Например, вы готовите в храме для божеств. Рад Яговинды. Вы знаете, что это должен быть стандарт, неизменный. Павара могут быть разные, но стандарт не должен меняться. Все павары должны собраться, кто готовит для божеств здесь, и изучить стандарт. Чтобы любой посетитель, который пришел, была Марка, вы берете и говорите, это Махапрасат Радхагавида, вы сразу говорите по вкусу, это стандарт, высший стандарт вкус. Вы не можете менять рецепт, вы не можете менять стандарт. И так вы распространяете сознание кришни. Не просто это готовить, то, что вы умеете хорошо делать, а другой может это делать не очень хорошо, а другой лучше, не так. Что в один день Махапрасат вкусный, в другой день Махапрасат не очень удачный. Эти оценки мешают понимать Бога. Потому что Махапрасат не может быть вкусный, невкусный, хороший или плохой, это оскорбление. Поэтому требуется одинаковый стандарт, высокий. Махапрасат это всегда на высшем уровне, всегда. Это рецепт. Изучайте рецепты и готовьте Махапрасат только по рецепту. Это что касается Прасата. Это очень могущественное оружие, в этом случае. Как если я привезу, скажем, Махапрасат из джиганатхи? Все сразу сбегутся. И если вы пробовали у Кадата, вы тем более побежите, потому что вы знаете, что такое Махапрасат, Господь джиганатхи. Если я вам при этом дам квашеную капусту, вы скажете, о, Боже мой, это Махапрасат, Господь джиганатхи. Вы сейчас так кормят, и вы приходите такое есть. Я привожу пример. Нет, вы уже ожидаете, что если вы берете Махапрасат, вкус именно вот такой будет, они когда-то пробовали его. Никакой другой, именно такой. Он не меняется. Стандарт не меняется, он установлен. В храмах это очень важно. Установить такие стандарты высокие числи. И также бабушка в сознании Кришны. Никто так не готовит, как она, понимаете? Вот бабушка в сознании Кришны надо сделать так, что вы не можете отказаться от Кришны. И вы не сможете в корме процентов. Вот видите, как все происходит. Здесь нет места конфликтам. Здесь именно нужно вот уровень. Любой к Богу нужно. Расшифровать понятие «семья Бога» от чьи-то готра. Когда человек себя отчисляет с материальным делом, он не может перечисляться к семье Бога. Он должен перечисляться к своей культуре. Он должен говорить «я русский». Или я мусульманин другого происхождения. Опираясь на культуру дела. Есть такая культура. Национальная культура называется. Сын своего народа. Сын своей семьи. Вот это все. Но если себя не отчисляет с материальным телом, тогда вы сын Бога. Неважно, какого происхождения. Это одна семья называется. От чуда готра. С точки зрения сознания Кришны мы все, братья и сестры, с точки зрения национального происхождения, это не так. У каждого свои родители, свой источник, свои культуры. Мы разделены. Семья Бога означает, что нет таких различий. Как помочь подростку прогрессировать в сознании Кришны? Нужно стать для него лидером. Если хотите, чтобы он пошел за вами, нужно стать для него кумиром, лидером. Продолжение следует... я спокойно успокоился, думаю, что это, в принципе, нет в нашей системе. И вопрос, если сегодня эта задача стоит, то какие-то, кто-то, кто-то в работе полагает, в разработке, в принципе, в любой другой традиции, если взять, посмотреть, там тоже христианство, например, мегейские дачи, там уже никто, просто воскресные школы по воскресеньям, точнее, конкретно школы, и они обучают не просто, там, христианскую науку, а именно, что дают, там, христианскую школу и так далее. Значит, методик, выработки методик. Мы упомянули сейчас о том, что необходимо в сердце почувствовать этот путь, путь к взаимоотношениям с детьми, если мы воспитываем их, обучаем. И отсюда исходят различные методики. Так же, как, если вы воспеваете искренне Харикришна мантру, много мелодий откроется вам, много разных мелодий. Все мелодии, которые мы слышим с вами, они зашли из Харикришна мантры, из этих настроений. Не наоборот. Не было сначала мелодия, а потом Харикришна мантра появилась. Из повторения этой мелодии она проявляется. Подобно этому, если мы ищем этот путь в сердце, мы находим новые-новые методики, причем живые. Недостаток любой методики в том, что она создает какую-то жесткую структуру догматичную. А живая методика, она гибкая. Она может принять любые вещи, на самом деле. Там другая цель. Не исследовать какой-то стандартной методике, а воспитывать, обучать, образовать, возвышать. И для этого, может быть, любые хорошие средства. Например, вы можете что-то взять из школы Четинина, известное. Что-то из науки Шалва Александровича Аманашвили, известной гуманной педагогики. Что-то из Вальтерской школы. Сейчас тоже есть хорошие примеры такие, где там есть тоже какие-то хорошие моменты методичные. Это не важно. Важно вот это внутреннее стремление. Внутренний подход самый важный. Я вот, можно спросить, наверное, один или даже самый такой падший человек смотрю телевизор иногда. И вижу такое, и в новостях показывают, как жестоко подростки относятся, даже те же девушки, избивают таких вот скромных девчоночек. Ну, вообще, вижу такие моменты часто в детском воспитании, в обществе. И у меня, допустим, живя с женщиной, я имею право не желать детей. Как бы не обрекать их вот на такое существование, жизнь такую, не чувствуя в себе силы дать им надлежащее образование вайшнавское. Если я не чувствую все таких сил. Чтобы они там из них моча, как вы говорите, не получилось. Майстан Сарасвати говорил, подобное настроение есть. Он принял саньясу очень рано, не было из семьи никогда, его спрашивали об этом. Почему он пренебрег семейной жизнью, сразу принял саньясу. И он отвечал, что, если бы я был уверен, что каждый ребенок бы рождался сознающим Кришну, его имел секс сотни раз, он сказал, чтобы иметь таких детей. Но я не уверен в этом, поэтому принял саньясу отречение. Мне жениться никогда. Это индивидуально. Но в этом случае, если вы принимаете такое решение, означает, что вы должны принять более высокую миссию. Не просто снять с себя ответственность, а ради какой-то высшей цели, можно сказать. Саньясу стал проповедовать по всему миру. Тогда это правда. Если нет у вас какой-то более высокой миссии сейчас, тогда вы должны хотя бы попытаться сделать хорошего ребенка. То есть вы должны что-то оставить после себя. Эти подростки, о которых вы говорите, это как раз тот пример, когда им в нужном возрасте дали извращенное представление о дружбе и любви. Вот чем опасны все эти пропаганды сексуальной культуры для молодежи. В их чистом возрасте им дают извращенное представление о дружбе и любви. И вот тогда они становятся вот такие вот. Как бы испорченными называются. Вы же не знаете, что с ним делать. Не уберегли, так сказать. Не усмотрели. Скажите, пожалуйста, если женщина заводит много домашних животных и потом любит их как детей, мужчина должен создавать им условия, как детям. Он должен стать как на сценарии. Тузик, тузик, бай, бай. Интересно. Ну, возможно, не были ваши родственники прошлой жизнью, да? Теплые отношения. Да, пропаганд на этот счет. Говорит, кто твой друг, скажи, я скажу, кто ты? Ты говоришь, твой друг Забаха, то кто же ты? Не заботись слишком о собаках, позаботись о людях. Это хорошо любить всех, но прежде всего нужно позаботиться о людях, о разумных существах, чтобы они не потеряли этот разум. А как сделать жену счастливой, если она так привязана к женам? Нет детей, поэтому... Ну, может быть... Ну, да, естественно, эти чувства есть. Ну, может быть, это особенность будет вашей семьи просто. Я не говорю, что это плохо. Я так шучу, просто не был бы тех попад. Ну, раз такая судьба, ну, что делать? Ну, иногда усыновляют ребенка какого-то или как-то любовь проекция по-другому. Ну, на самом деле, для женщины, может быть, ребенок, все дети... У меня, на моем опыте, лично меня любило несколько взрослых женщин по возрасту матери, когда был ребенком, как сына, потому что у них не было детей. Меня помнят очень хорошо и понимал чувства. Прекрасно. Это органично, это никак не противоестественно. Еще раз? Скажите, пожалуйста, еще. А вот говорят, в мире все двойственно. Что-то есть позитивное в страданиях, даже если что-то не удалось в жизни, не получилось? Какие-то страдания ребенок, какие-то ошибки я делаю там, кто-то еще... Что-то в итоге, в конечном счете, есть какой-то смысл все равно? В страданиях? Да, ну, если уж так случилось, что-то пережил, повинение, поглупости, что-то еще. Но в этом какой-то смысл в итоге есть или нет? Позитивное. Есть смысл в страданиях, если человек осознает источник страдания в итоге, когда есть смысл. Если не осознает, все бессмысленно для него. Например, в тюрьме есть смысл, если только в том случае человек осознает свое преступление и справляется. Ну, в этом есть смысл тогда в наказании. Но если он не осознает и продолжает преступление, и смысл никакого в этом только хорошего. Никогда не кончится это? Ну, пока разум в человек не прилетет. Поэтому мы говорим, нужно сознание Кришны, нужны знания. Без разума человек никогда не превратится в жертвы, никогда не превратится в страдания, бессмыслица просто. У меня тут репетиши в сознание Кришны пришло, когда уже дети были. Вообще. В сознание Кришны пришло, когда уже дети были. И он был в родину, когда он был в родину, и старший уже 12 лет. Он младший. В общем, и авторитет родителей, моих бабушек и дедушек, он выше, чем мой. По поводу незавидений. То есть они не принимаются знания Кришны, в частности, это из-за того, что я отказываю пить неготовый мясо. И это всегда было моей проблемой. И сейчас получилось так, что младший сын только понимал, понимает это в 10 лет, и он как бы более склонен к сознанию Кришны. Ну, много что делает. Понимает все это. А вот средняя дочь ей 12 лет, и старшая дочь, они как бы обе очень любят друг друга, и она уже старший авторитет поддерживает больше. И она ест мясо. Ну, и так уже плохо. Все, получается, ребенок пошел за вами. Жестко. Ну, а как будет? Точно. Да, вы должны принять их такими, такими есть. Раз, это их выбор. И чем не заставляет? Как бы вы не воспитывали ребенка, в конце концов, все зависит от его выбора. Царь Вена, вот когда родился, отец не смог его перевоспитать. Не смог, он так и остался жестоким. В конце концов, это выбор все равно личности. Они не бездушные, это личности, у них всегда есть свобода выбора. Вы никогда им не навяжете сознание, Кришна с Ним захотят быть. Поэтому, слава Богу, что один ребенок, слава Богу. Это уже большой успех. Ария Кришна, спасибо большое. Добро па-дакий! Давайте поблагодарим читание Чандра Чарана Махараджа за очень важное наставление, которое мы получили относительно понимания отношений с детьми и важности воспитания детей. Добро па-дакий! Так, спасибо. Спасибо.